Он пишет, апостол Павел, об этом во всех своих посланиях. В них есть много такого, что нелегко понять, и невежественные и неутвержденные люди искажают их, как и другие писания, к своей собственной погибели. Вот, приведу несколько вариантов одного из мест из Писания, которое имеет разные варианты переводов. Итак. Вариант первый. Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, ни плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа. Вариант второй. Тут прообраз того крещения, через которое и вы теперь спасаетесь. Не в том здесь, конечно, дело, чтобы с тела грязь смыть, но в готовности с чистой совестью жить перед Богом через воскресение Иисуса Христа. Вариант третий. И это символизирует крещение, которое сейчас спасает и вас. Крещение является не смыванием грязи с тела, но просьбой к Богу о доброй совести через воскресение Иисуса Христа. Вывод делайте сами. Вынудив у вас обещание, которое фактически является клятвою, и своим обещанием, вы подчеркиваете то, что руководствуетесь не верою, а своими делами. Крещение принимается по вере в Господа Иисуса Христа, а не посредством вашего обещания. Субтитры создавал DimaTorzok